Доброе время суток всем! У нас сегодня 22 декабря 2017 год, город Таллинн, естественно пятница. Два градуса тепла и это та пятница, после которой будет у большинства жителей Эстонии 4 выходных подряд. До среды, да? До среды точно. Хочу, значит, проехать сейчас по Ливалайе, улице, повернуть до Нарвского шоссе и проехать через центр города. Хочу показать, как и через центр города, дальше идем по Пярнуцкому шоссе, повернем на улицу Тамсары и так вернемся, проведем до Палдийской манты, потому что мне туда надо. И хочу показать, как выглядит город в преддверии праздника. Не знаю, сам буду смотреть, сами будем видеть, что к чему. А чтобы разбавить до центра города, ну буквально 5 минут, как я сходил в субботу, погулял на Балтийское море, скажем так, что... Дороги, которые мы сейчас съедем, она уже сто раз объезженная. А вот в декабре, в середине декабря не каждый может пойти на море. А ну а у нас в этом году почему-то не замерзло. Почему? Потому что тепло. Хотя, странно, сейчас сегодня у нас 2 градуса, да? А в принципе, ощущение такое есть, что морозное. Не знаю, почему так. Потерпите, наверное, когда видео будет не больше 5 минут. Ну, и уберу голос оттуда. Немножечко подергаюсь в программке, посмотрим, может быть, понравится. Тогда, кстати говоря, в этом периоде на море было очень мало людей. Пляж такой пустынный был. Ну, спортсмены бегали там. Я, в принципе, выбирал, всегда выбираю такие ракурсы, где, ну, поменьше, чтобы люди как можно реже попадались в объектив. Потому что, скажем так, что мне бы не очень бы нравилось, если кто-то бы меня на видеокамеры снимал. Я бы ничего, конечно, не сказал бы, но мне бы не понравилось. Я бы там вернулся бы и так далее. Но это, людей сужу по себе. Пока это видео идет, доедем до перекрестка в Снавровском шоссе. И уже, когда пройдем там пробочки, думаю, не пробочку, а поворот на центру как раз уже будет в полном экране. Пока едем, скажу, что машин так достаточно мало еще. Но и время у нас 15.15. У нас сегодня уже не укороченный рабочий день. Обычно перед праздниками укороченный. Но у нас праздники начинаются не с 23-го числа, а с 24-го. Точнее, суббота у нас должен быть укороченный день. Но суббота не рабочий. Как-то так. Честно, я даже не знаю, сколько там этого видео пиритовского будет. Сколько будет, столько и будет. Так, что у нас? Среда, четверг, следующая пятница. И опять будет три выходных. Не знаю, я очень много раз слышал, что вот между Рождеством и Новым годом пора бы было бы сделать нам каникулы, такие длинные выходные каникулы. Но это мысли людей, к сожалению, не... Поэтому это, мне кажется, будет неисполнимо. Пробки собираются. Время уже сказал, 15-15. Я еще хочу заехать там до работы. Эти дни все решают. Все вот этот день, именно тот, когда люди хотят избавиться от всех своих рабочих проблем, чтобы было чисто. И если уже не успевает, то, в принципе, оставляют все на Новый год. Потому что вот эти оставшиеся дни между Рождеством и Новым годом особо ничего не происходит. Ну, мало ли, что там авария какая-то. Да, тогда да. А все в остальном стараются больше ничего не трогать, как есть. Все дорабатываем до Нового года. С Нового года, со 2-го числа, все будет... Все начнем заново. Ну, видите, наверное. Надеюсь, вы сейчас к повороту подъехали, и я, наверное, уже должны все видеть. У меня, кстати говоря, как ни странно, 2 градуса. У меня или средство для очищения стекол кончилось в машине, ну, в смысле, в бачке, или же примерзло. Хотя, ну, как может примерзнуть при плюс 2 градусов. Если у меня будет длинная дорога, так что держитесь. В любом случае, в любом случае должны успеть. Народу вам скажу, так я надеюсь, что вы уже видите, не так уж и много, а машины собираются. Я все-таки могу предположить, те, что все-таки на машинах они смогли пораньше с работы смыться, а те, кто не на машинах, они еще дорабатывают. Все-таки не забываем, сегодня у нас полный рабочий день. Он не сокращенный. Наверное, будет так все удачно. Есть. Все так аж присасывается к друг другу машина, пытается побыстрее домой доехать. Ну что, поехали по центру города. Здесь у нас постоянно машины стоят, пытаются, ну, светофоры слишком часто и образуются такие хвостики. Но по людям, скажу, да, действительно маловато. Ну, как, кстати, как вариант, очень много, допустим, в государственных учреждениях нам даются недели еще зимнего отпуска. Что некоторые попадают, берут именно вот в эти дни отпуск. Кто-то берет вообще себе отпуск, потому что очень хитро можно разыграть, взять 7 дней и еще добавить вот эти выходные. Ну, короче, можно себе немножечко отпуска побольше сделать. Так что, на это тоже влияет. Хочу заметить, кстати, говорю, что у нас летом тоже людей немного. Ну, когда период отпусков. Рождество в Эстонии, в Таллине это праздник все-таки люди хотят побыть дома. Обычно такой семейный праздник. Скажем так, что я говорю за ту часть Эстонии, с которой я общался, в которой я живу, в которой я варился, что стараются дома быть. Уже наверняка все прикупили что-то. А вот Новый год, да, у нас более веселый. Люди пытаются выйти отпраздновать с кем-то, с друзьями повеселее. Ну, кто как, что я говорю, я еще раз, каждый раз поднимаю эту тему, то, что вкладывают в слово отпраздновать. Для кого-то вообще ладно, мы не будем о негативном. Что я говорю, напиться, для кого-то вот просто провести, поваляться дома, для кого-то провести для здоровья как-то активно его. Я не знаю, кто как. У меня, например, даже еще планов нет. Но у меня еще праздники есть, завтра будет. Ну, вот у меня в любом случае складывается, что по большинству, по большинству люди все-таки выходные дни дома сидят, с утра могут после обеда выскочить в магазин, в маркет, погуляться по центру торгового, потом обратно домой и сидим. Да, вот автомобильный трафик у нас достаточно серьезный. Машины, да, реально недорогие они. Что новые, что старые. Ну, как новые, разные бывают. У нас новые машины тоже можно недорого купить, например, как я. Я говорю, по ценам сравнивал с другими странами, что... И при том, что у нас еще, допустим, дороже, чем в Германии. По ценам не скажу, что надо смотреть. Итак, мы въезжаем в центр города, самый центр Таллина. Вчера смотрел новость, эту улицу будут перепланировать. Вот так что ли? И уже есть какой-то проект. В принципе, как и с улицы Рейдитэ, по-моему, Там тоже проект сделает. Но что-то там тормозят. Тормозили зеленые, вроде бы зеленые отстали, будут все-таки там делать. Ну, когда что, это уже неизвестно. И точно так же эту улицу будут здесь расширять для пешеходов и сужать для автомобилей, насколько я понял. И трамвай будет как бы главный. Бульвар. Типа бульвара что-то сделают. Высадят деревья. Так, город у нас украшен. Украшен у нас идеально. Но, как видите, снега нету. Снега, к сожалению, нету. И, к сожалению, даже не предвидится улица Виру пустая. Ну, вот, хотя люди идут, наверное, с работы навращаются. В любом случае, вот эта вот декабрьская серость, она немножко давит. Не просто немножко, она конкретно, я вам скажу, давит. И, ну, снег бы выпал, хотя бы выпал бы снег на эти выходных. Обещаю, как только выпадет снег, поедем, поедем, сходим, сходим в старый город. Потому что вот в такую погоду, ну, реально, я ничего не хочу делать. Я уже не раз говорил об этом. Будет снег, будет повеселее, обязательно покажу. Давай, таксист, проезжай, проезжай, проезжай. Показал поворот, я его пропускаю, он поехал дальше. Зачем? Что он хотел? Остановки пустые. Ну, ну, не все. Вот здесь побольше народу. Ёлки продают у нас возле торговых центров, наверняка, как и во любых других городах мира, где празднуют Новый год с ёлкой. Не знаю цену, говорят, 10-15 евро за ёлку. Я уже лет 6, наверное, 7 использую искусственную. во-первых, она пушнее, во-вторых, мысора меньше. А когда я жил с родителями, у нас всегда отец ездил в лес за двумя ёлками. У нас был двухэтажный дом. Одна ёлка была на первом этаже, другая на втором. Потом, уже где-то, наверное, в году так, в 2000-м. В 2002-м была куплена тоже родителями искусственная ёлка, большая такая, и наряжали во дворе. Живую, а дома уже, ну, как наряжали. И как бы живая ёлка во дворе считалась, у нас немножко так грилляночки ставили, а уже эту как бы искусственную наряжали дома. И тогда я уже понял, в чём, в чём разница между искусственной и натуральной. Что мусора меньше. Ну, кто-то скажет, там запах стоит. Честно говоря, мне запах ёлки дома, ну, ну, что он есть, что его нету. Возможно, в этом что-то какая-то есть, доля приятности. Я как бы в этом не нахожу ничего такого, не нахожу такого ничего, чтобы мне было бы настолько приятно, что я хотел купить и поставить ёлку, чтобы потом пылесосить и убирать после неё когда-то, в марте месяце или в апреле. Я слабако. Другие аж до лета держат. Поехали потихонечку. Обычно ехали направо, повернём прямо, точнее, вообще не будем поворачивать. По центру украшен, да, ой, как украшен. это уже Пярнусское шоссе. Не говорите, что так всё грустно. Конечно, грустно. Я не знаю ни одной стороны, где в декабре месяце, когда нету снега, при этой серости, будет весело. Весело дома, где всё уже наряжено, ёлочка стоит, света много. У нас, кстати, заход солнца считается уже сейчас, в 15.20. Сейчас в 15.26, как бы солнце считается у нас севшее, а восход у нас в 9.15. Порядком 6 часов в день. Но! Я, кстати, сегодня по окошкам выглядывал, видел, что солнце светило, было небо чистое, куда оно исчезло, я не знаю, не подскажу. И вот задумываюсь, а были ли когда-нибудь у нас на остановках, даже в советское время, вот толпы людей? Вот я вспоминаю, как я в школу ездил, толпы тоже не было, автобусы, да, забитые. Вот сейчас посмотреть в автобус, ну, все сидячие места как бы заняты, некоторые. Никто не стоит. Ох, 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 ну, едь вперёд, ты проезжай, пропускаем же тебя. Ну, водитель тоже принципиальный. Пусти ты его уже, я тебя пропущу. Пятёрка. И скоза идёт. В общем, хочется уже доехать до работы. Кстати, мы заодно покажу, что полчетвёртого и движение у нас, ну, конечно, нет, это не пробка, это у нас, я честно говорю, понятие пробки не знаю, что такое, но уже такой, как бы считается, затор. Тормозят именно светофоры. Кстати говоря, так сейчас я задумался, повернусь сейчас направо и поедем прямо. Я думаю, сейчас маленькую паузу сделаем. и запустим ещё 25 минут времени и поедем прямо подальше, подольше. У меня сегодня будет много времени поиграться с программкой. Попробую. насчёт туристов, приехали в этом году или нет, я не знаю, потому что в центр не ходил, а по новостям что-то особо не писали. Опять же, по новостям, когда открываете, допустим, наши местные, местные новости в виде Дельфи или Постима есть по заголовкам, можно читать, что примерно происходит. Ничего не происходит, как в деревне. В декабре месяц велосипедист. Если там было заметно, у него сзади красный маячок и спереди фара, кстати, сейчас её вижу. Это у нас законодательно. И отражатель на человеке тоже законодательно в тёмное время суток. Притом, вне зависимости от времени года. У нас летом вот такие вот ночи, ну, чуть-чуть темнее. И, по идее, наверняка отражатель тоже должен быть. Я понял, говорил их, что куплю себе когда-нибудь отражатель качественный. Нет, ещё не купил. Как куплю, похвастаюсь. только водители понимают, точнее, только те пешеходы, которые бывают за рулём, как я. Я тоже бываю пешеходом. Понимаю, насколько отражатель это важно. ну, почти на зелёный. Не знаю, насколько в камере это видно, а я вдалеке опять вижу, что такие просветы, солнечные. Солнце сел, но что-то ещё осталось. и небо в конце там более-менее чистое такое. Это заторы, по-таймски заторы. Мы проехали, кстати говоря, центр города, старый город. Это ещё центр считается. Наверное. Опа! А вот и пробка, да? Ну-ка, накаркал. По левой стороне не раз говорил полиция. Раньше там был завод Калиев в шоколадке делай. Сейчас завод Калиев ну, вот смотрите, пытается въехать, но впустил его. Впустил, впустил, впустил. Что за марш кода? Притормозил, но запустил его. Калиев сейчас завод вывели за пределы города. Что, в принципе, я за это. И по левой стороне, если видно, вот эти вот большие это такие технические помещения. Что слева, что справа. Конторы. Какие-то автосервисы, наверное. Не автосервисы, а автосалоны. Магазины. Не часто мы так стоим, да? Обычно пролетаем быстренько и хватает 10 минут. Но я, да, маршрут в этот раз тоже выбирал подлиннее. А новые я просто реально не знаю, что рассказывать. Так что, что видим, то и говорим. По правой стороне гирлянды были. Это поддержанные маршины там продаются. Кстати говоря, на меня гирлянды реально действуют. Как бы ощущение праздника придают такой. Нисколько может быть елка, вот сколько огоньки светящиеся. Идиотики эти. В количестве. Почти уверен, что не только мне. Мысли все все равно мысли все сейчас о доме, о том, что 4 дня можно отцепаться, никто тебя не будет будить, никто не будет и никто не будет в сам стою, что никто денег этого не будет. Кстати, будильник надо будет выключить. Он у меня заведен на 5 дней рабочих, так что бывает иногда забываю и в понедельник звенеть начинает. Звенеть начинает очень рано. Конечно, ты его отключаешь, но осадочек-то остается. видите, мы останавливаемся не потому, что стоят машины в ряд такой, а вот светофор. Вот светофор отсекает машин 20-30. Набиваются, стоим до следующего светофора. по левой стороне видно, как это было. Так что-то никак не пробка. Ну что, выезжаем на улицу Тамсара. Так. А я еще остановился на пешеходном переходе. Ты смотри. Все торопятся, все торопятся. Я думаю, что сейчас на Тамсаре будет очень много машин. Это я так думаю. Одинокий пешеход. В домах, я смотрю, света тоже нет. Все-таки люди на работе. На работе, наверное. Я именно квартирные дома смотрел. Но мы сейчас поедем и посмотрим дальше. Одиночные окна горят. Так. Следующая пятница, как еще раз говорил, у меня будет рабочий день. Попытаемся что-нибудь придумать. поснимать. А Новый год я не знаю, что делать. Так как в прошлый раз мы ездили на Пайосары с вами, да? Смотрели оттуда на салют. На войну как много народу было. И я тогда еще говорил, что очень мало, не мало, а вообще не было алкоголя. Я не видел. Естественно, на площади Свободы в Абуду-Завяльник будет очень много веселых людей. Соответственно, алкоголь, бутылки. И мне это не нравится. На Пайосары опять же в толпу. Мне не хочется ехать. Поэтому подумаю, откуда можно будет посмотреть какое-то с другого может быть место. Честно говоря, сидеть дома, как обычно, за столами, меня это уже давно не приезжает. Ждать 12 часов. Сначала было у нас смотрим российского президента, потом, естественно, эстонского президента. Меня вот эти, перед этим еще ирония судьбы. Я, честно, готов с 2000-х, на начало 2000-х годов этого уже не приемлю. мне это не нравится абсолютно. Поэтому стараюсь как-то надо же, вот закон подлости уехал с того ряда слева, да, и в правом будем стоять, да. Незакон не подлости. Ну, постоим. Хотя мы недавно ездили по этой дороге. Поедем отсюда. Мне нравится. Тут очень долго стоять, это меня... Видите, не я один такой, уже начинают выскакивать с этого. Самые хитрые доезжают до конца и пытаются вот опять въехать в этот ряд. Но мы сделаем по-другому. вот видите, это уже набиваются машины. Так вот. И хочется что-то такого как бы активного. В конце концов посмотреть фейерверк бесплатно, да, за который люди выкидывают десятки тысяч евро. Салюты посмотреть. Возле дома тоже у нас обычно всегда спокойно никто не выходит там не празднует. что у меня вопрос о новом годе еще открытый. Куда поеду я не знаю, откуда посмотреть. Нет, как бы планы есть, мысли такие. Кстати, сразу скажу, я не тот человек, который боится толпы или там где много народу. Мне реально много народу не нравится. когда именно толпа концерт, праздники какие-то. Скажем, в компании друзей человек весь 15 нормально себя чувствует. Именно знакомых людей. Это для меня нормально. А вот именно в общественных местах я себя не то что чувствую скованно, не скованно, а ну скажем так, что особенно там, где могут употребить алкоголь, я себя чувствую незащищенно, вот так сказать правильно. Поэтому стараюсь в такие моменты не попадать. Но хотя есть некоторые допустим праздники, скажем как в Кадриорге, Ох ты, опять зажгись огни. Как в Кадриорге, как же называется это, когда зажигают огни все эти. Там алкоголь запрещенный, реально туда можно идти, гулять, смотреть красиво. Там хоть какая-то большая территория и какие-то есть не мероприятия, какие-то культурная программа. Скажем такой момент как летний фестиваль пива я вообще не понимал никогда его. Или когда там допустим на Печском поле какие-то ну именно алкогольные праздники немножко так Вальпургиевая ночь на примере никогда не понимал этого праздника. Я даже в май по-моему на 1 мая по-моему не знаю у нас отмечается. Раньше помню в газетах писалось о том что чуть ли не праздник на какие-то были эти вызовы скорой помощи. поэтому у нас одна из причин была почему в Альпургиевую ночь вообще запрещали продавать алкоголь по-моему с 6 вечера или с 4 не помню. Интересно запрет сейчас остался или нет. Все магазины да алкоголь закрывали. Кстати говоря я любыми к любым голосованием за как его называется за отказ от алкоголя за поднятие акцизов за запрет чтобы был менее доступный он и так к сигаретам отношусь что чем меньше мы видим чем меньше дети это и видят тем меньше желание это купить попробовать. И кстати говоря у нас сигареты реально в Эстонии запрессовали и будут еще прессовать дальше. Ну что обычно мы ехали прямо пойдем сейчас налево только здесь надо будет нам всех пропустить. Не то что я такой здоровый образ жизни я и пиво сам могу выпить просто не хочу чтобы это было очень доступно не хочу как бы показывать в магазине постоим здесь пусть они едут не хочу показывать как в магазине но у нас допустим вот по правой стороне Риме куда я сегодня еще поеду алкогольный отдел отделен красной линией ну на полу это граница где куда несовершеннолетние вообще заходить не имеют права насколько я понимаю или кто знает магазин призма наш большой маркет там отделено стеклянными стенками отдел алкоголя и по-моему там тоже что-то было насчет 18 лет я полностью за это еще не забываем у нас действует запрет на продажу алкоголя с 10 вечера по-моему до 10 утра в это время вы алкоголь не купите в магазине конечно же можете купить его в в баре но опять же на вынос вам его по-моему не имеют права продать вам должны его перелить в бокал насколько я знаю могу ошибаться по-моему машина спереди на Ярис похоже нет на Хонда Хонда как видите да люди все сидят у нас в машинах в своих машинах и вот это движение именно автомобильное хотя с любого ведь стороны общественный транспорт бесплатный иди садись едь куда хочешь бульвар дружбы в снежинках ну хоть такие снежинки на столбах а если на асфальте нет я думаю придется еще раз сделать маленькую паузу как раз вот здесь и сделаю не знаю не знаю не могу не ориентируюсь по времени сколько минут идет полчаса всяко мы уже едем а вот здесь кстати говоря заметно потемнело Ух ты как, аж вылетел, да? Нет, он все по правилам сделал. Он все по правилам спешит куда-то, кстати, вот он и попался. Немножечко кругляшка сделали, потому что не хотел стоять там. Видите, спешат, спешат, нарушают нас, нарушают. На желтый, на красный могут проскочить. К чему я хотел сказать, что проехали там, ну там не пробка, там стояние, хвост длинный такой. Надо было два-три светофора ждать. Возможно здесь было и дольше, даже при любом раскладе, даже если бы мы там стояли на светофоре, но здесь по-крайней мере в движении. ой, зря это я сделал, наверное, да? Все-таки, наверное, кончилось у меня, потому что машина уже разогрелась. Ну что, у меня есть канистра. А, это что-то капает еще, что-то типа снега. Что-то типа снега капает такого. Возьму канистру, сегодня разбавлю. Я покупаю обычно четырехлитровую канистру в минус 20 градусов, которая, ну это средство для омывания окон в минус 20 градусов. И разбавляю пополам. Ну, до минус 10, значит, должна работать. В сторону города. Пожалуйста, стоят на светофорах машины, а я, наоборот, еду из города и машин меньше. Мы сейчас едем на шоссе Палдиске с другой стороны, чем когда я ехал, по-моему, на прошлую пятницу, да? Слушай, реально стало темнее. По крайней мере, глаза мои говорят именно это. Сейчас, если надо какую-то булочку купить в торговом центре, машину фиг-2 запаркуешь. Люди, кстати говоря, какие-то сумасшедшие становятся на эти праздники в поисках подарков. Моя теория за прошлый раз я говорил, что не люблю я это, мне проще деньги подарить. О, еще что-то что-то есть, тут снесли гаражи какие-то. Не помню. Вот эти гаражи, которые по правой стороне, мне кажется, они доживают свои последние годы. Их потихонечку сейчас будут ломать. Столько места пропадает. Сюда же можно торговый центр еще построить. или, как его, квартирный дом. Парадокс. Люди, которые приезжают в тайну, покупают новую квартиру и машину. В том смысле, что людей нету, а дома с этой квартирой строятся, значит, квартиры люди покупают и покупают машину, потому что на остановках не стоят. Это я, конечно, так, пошутил немножко. А то, что стройки у нас здесь идут, и новые квартиры как пирожки раскупаются, это стопроцентно. Когда-то я там ездил, снимал территорию Балтийской мануфактуры и говорил о том, что там будет построение, ну, будут эту территорию застраивать, строить квартирные дома, панельки новые. Насколько я знаю, там уже один дом построен. Ну, как, в стадии завершения. Говорят, там будет, по крайней мере, макет, что я видел. Я так понимаю, довольно-таки красивый райончик, микрорайон в микрорайоне сделает. В полевой стороне вот здесь где-то есть дом. Синий, это контур его обведён. Вот сколько себя помню, наверное, с года 2004-го или 2005-го, когда я работал в патрульной службе в охранной фирме, у меня была база. Вот с правой стороны этого дома здесь был дом, вот здесь это Nesto, заправка. С тех времен, помню, что здесь этот контур на нём каждый, каждый, каждый Новый год, ну, каждый под конец года зажигает. Поэтому вот сколько себя помню в этом, на этом перекрестке стойка помню этот контур этого дома. Ну, все выскочили, все полетели. Ему надо было влево, а мне вправо. По-моему, здесь мы и проезжали. Пойдем по другой стороне. Такое ощущение, что я с этим круизером давно еду. Или там был другой джип. Ещё, по-моему, с этого, с Нормоман. Ну, вот так одиночное дерево в огоньках красиво сделали. Спорт-клуб Арктик. Фитнес, скорее всего. Кстати, за этим фитнес-клубом очень интересный ресторанчик. Я не помню, как это называется. Там стойка сортов пива. То ли голландское, то ли бельгийское, то ли... И человек, который там его предлагает, разбирается на ваш вкус и выбор предложит. Конечно, дороже, чем в магазине. Потому что такого у нас вообще нет. Ну что, осталось ещё минуты 4-5. Не знаю, сколько времени закачивать. Буду ещё это полчаса. Ой, господи, это же, наверное, часа три будет закачиваться. Ух ты, ещё один по правой стороне магазин максим построили. Вот интересно. По левой стороне большой хвост, да? Я влез в правую сторону. Вот давайте посмотрим, пропустят меня или нет. Доедем до конца. И остановимся. Посмотрим. Долго меня будет не пропускать. Так, третья машина меня уже пропустила. Так что учитесь. Ну, ладно. БМВ меня не пропустил. Это понятно. Тойота, по-моему, была. Спасибо сказал. Я вот, например, не люблю людей, которые... Вот я еду, а он начинает уже вот с этой линии вклиниваться. Доедет до конца. Покажи поворот. Тебя пропустят. Не я. За мной пропустят. Третий, четвёртый, пятый тебя пропустят. Зачем вот аж вклиниваться. Дрожать, что... Что случится? Ну, упривешься, пока поворот все равно проедешь. Кстати говоря, с этой стороны сейчас в ремонт, во время ремонта... Я не попадал, даже не знаю, как отсюда сейчас выкрутимся. О, кстати, какая машина. Санте-Клаус поехал, видели? По левой стороне была машина, а в ней этот... Санте-Клаус модно говорить. Пусть будет Дед Мороз. Нарья Ивановна, Йолу Ивановна. Они у нас по-разному их можно назвать. Кто как хочет. Нарья Ивановна уже не в моде. Это в советское время было в переводе Дед Мороз. Йолу Ивановна это именно кто приходит на Рождество. Ну, можно сказать так, Санта-Клаус. У меня в детстве, когда я жил с родителями, естественно, на Рождество приходил... Санта-Клаус. Санта. А на Новый год и на православное Рождество приходил Дед Мороз. Не знаю, как у других. Мы с вами сделали довольно-таки не маленький круг по Танину. А я уже приехал туда, куда, в принципе, ехал. Осталось еще, наверное, минуты две-три. Я буду на месте. Очень скучно получилось у меня. Я этого, наверное, видео бы не выставлял бы. Но я не буду нарушать теперь традицию. Конечно, постараюсь нарушать традицию. Итак, ждем снега. Обязательно, я обещаю, что будет снег. Я схожу даже вечером, поеду в старый город и снимем красивые, заснеженные средневековые стены и башни. И дай Боже, чтобы это было именно пока город украшен. Потому что когда в гирляндах и подсветках, это будет намного красивее. Итак, всех с наступающим Рождеством по новому стилю. Всех с праздниками, с выходными. Мы, естественно, оставим на дорогах. Уважаем друг друга. Мира добра. И всем вот такого мирного города, как Таллинн. Особенно в таких вот вам пробок, в предпраздничные дни, как у нас.